Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала. Рад всех снова приветствовать на своем канале. С вами снова Дмитрий Кочетков. В связи с сегодняшней погодой, а сегодня у нас уже с утра идет дождь, вот только сейчас он прекратился, поэтому на улице снимать мы сегодня не будем, потому что он в любой момент может опять у нас пойти. Но мы не будем унывать. Сегодня с вами приготовим простой и вкусный рецептик. Мы сделаем фруктовый салатик. С вами фруктовый салатик, друзья. Ну не с этими, конечно, фруктами они у нас еще не поспели, но в конце сезона летнего мы обязательно что-нибудь с ними исполним. Как видите, у нас много, так что усаживайтесь поудобнее, не перекручайтесь. Те, кто лежит, лежите. Ну а мы будем начинать. И для этого нам понадобится нехитрый набор продуктов. Нам понадобится 2 киви, 2 нектарина, ну небольших, 2 персика, 200 грамм йогурта, любого абсолютно, который вам нравится. Хотите с кусочком, хотите без кусочков, фруктов, без разницы. 2 банана небольших, 1 яблочко и 1 груша. Ну, друзья, начнем в первую очередь с того, что возьмем тару и начинаем резать наши фрукты. Киви. Я буду резать средним кубиком примерно все. Мелко не люблю, просто нарезку. Вообще этот салат очень любят детишки кушать. Вот. Они прям обожают его. Это как сладкие конфеты. Ну, вот кубиком, да, вот так киви. Таким вот. Возьмем нектарин. Нектарин у нас с косточкой. Не знаю, какие на вкус, они, конечно, немного жестковатые. Ну, друзья, абсолютно любые. Можно взять фрукты, какие вам нравятся. Ничего страшного, можно резать все на одной доске. Это же салат все равно все смешивать. Мы все в одну кучу вот так мы сейчас складываем. Режем нектарин и перерезаем его сейчас весь. Все, порезали нектаринки, киви. Вот смотрите, вот так красиво у нас все получилось. Теперь приступаем к бананам. Бананчики тоже. На самом деле, можно использовать любые фрукты, которые вам любимы. Бананчики мы тоже вот таким вот. Макаром хреначим, короче, вот салат. Далее мы берем нектарин. Нектарин он жестковатый, правда. Он будет похрустать, кажется, салат. Но ничего страшного. Я думаю, в этом нету. Я их просто настолько люблю, что мне, в принципе, без разницы. Ну вот тоже. Вот таким вот кубиком мы все это дело нарезаем. Абсолютно произвольно. Так, чтобы каждый продукт чувствовался в этом салате. Это достичь вот этого результата. То есть не переборщить с фруктами и нарезку примерно делать одинаковым. Так, ну все. Вот у нас осталась финишная прямая. Берем яблоко. Просто покажу, как его я буду нарезать. На кадре резать я его с ней не буду полностью. Блин, яблоко мягчайшее просто. Вот так вот. Вот таким вот тоже кубиком. Примерно мы его нарезаем сюда. И теперь берем грушу и таким же макаром мы их хреначим. Вот так вот и нарезаем вдоль. И вот так вот, таким вот кубиком. Груша помельче, твердая. Очень твердая груша, поэтому помельче еще порежу, чем все основную массу. И вот сюда вот выкидываем ее. Все, друзья, у нас, как я говорил, финишная прямая была уже. Вот, смотрите, нарезали салатик. Вот такое получилось. Теперь мы его перемешиваем. Что делаем дальше? Можно даже вот так его хреначить. Все, он делается очень быстро. Я вот его сделал, сколько-то минут, 7-5 где-то. Берем другую тарелочку. Накладываем, сколько нам его нужно будет скушать. Вот так, например, да? Я йогурты, кстати, взял с учетом всей вот этой массы, которая у меня получилась. Ну, где-то здесь примерно получилось. У меня где-то, ну, человек 4 точно покушает это все. Вот даже многовато я себе положил. Чуть откинем, уберем в стороночку салатик. Возьмем это дело. Возьмем наш йогурт. Добавим туда пару ложечек. Йогурт у меня клубничный, кстати, можно взять любой другой, который вам нравится. Все это дело перемешать. Аккуратненько все поводится. Аккуратно перемешать. Йогурт много класть не нужно. Он просто как связующее звено играет роль. Возьмем тарелку уже побогаче, покрасивее. Выложим на нашу тарелочку. И все. Все. Украшать мы ничем не будем. Можно присыпать сахарной пудрой. Полить вареницем. По вашему усмотрению, как вам нравится. Все, друзья. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Для того, чтобы не пропустить следующий видеорецепт, напишу в описании. Всем приятного аппетита. Пойду порадую, деток.